Для больше, как тысячи школьников из всех районов Гомельшины, это был очень простый день. Сдаётся, и рыхтовались не один десяток годов, но всё равно хваливались, и часом работали помылки, и каким потом сами издевлялись. Быцем и ведали всё, но в самый отказный момент разгубились. Хоть с другого боку, это с поборницей, и никто в любом случае должен быть лучше. Миновата, с их лица будут сформированы команды для удела в республиканском этапе, который пройдёт в саковику этого года. До решения которой у дельники областной олимпиады, по информации, сесси сегодня уже находится у Казахстана, где распространилась международная олимпиада по этом предмете. После первых двух туров официальных, они получили специальное одобрение Управления образования улетать непосредственно сразу после тура из Минска в Алматы. И хотя у нас сейчас проводится ещё два дня дополнительный командный неофициальный тур, день подведения итогов, и сегодняшний день, когда идёт награждение, официальная церемония закрытия, ребята уже вовсю работают на следующей олимпиаде. На протягу опушных трёх годов сборная Гомельской области у финале республиканский споборництво по учебных предметах у лику призёров. Страшивать позиции всё лето на меру никто не мая. После формирования команд их удельников запросить на специальные сборы, где со школьниками будут займаться лепшие тренеры-выкладчики. Дарыши финалистов по замежных мовах весною будет примать Гомель. Подрыхтока до этой подзии почнется у самые ближайшие дни. Китайский язык – это состояние души, это очень сложный язык, и чтобы его учить, недостаточно просто стараться, нужно жить им, это твоя жизнь. И нужно каждый день с утра и вечером повторять, иначе ты его просто забываешь. Поэтому каждый день я это делаю и считаю, что у меня есть хорошие шансы, хорошие шансы, что в будущем на республиканской олимпиаде я смогу взять диплом. Олесин Суров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания Гомель.